Эксклюзив Rolling Stone, двоеточие. Источники утверждают, что российский олигарх финансировал распространение нацистской символики на Украине. Есть такой украинский олигарх Павел Фукс, который недавно, кстати, отказался от российского гражданства. И сейчас почему-то какой-то боксер, его знакомый рассказывает, что этого самого Фукса заставили нанять каких-то уличных граффитчиков, чтобы они рисовали нацистские граффити и свастики. И типа, он не мог им отказать, потому что и без этого его там чего-то бы лишили, иначе какое-то было такое вот условие. Видимо, так его хитрожопа завербовала ФСБ. Почему это надо делать через олигарха? Почему это нельзя сделать так, чтобы не всплыли никакие имена? Почему даже если кому-то была нужна какая-то картинка, что какие-то есть специальные ребята, которые специально рисуют свастику для того, чтобы показать, что на Украине есть нацисты? Почему это нужно таким хитрожопым образом все оформлять? И почему об этом, сука, пишет Rolling Stone? Это глубочайшая загадка. Но тем не менее, вот все с именами, фамилиями, там все подробно опубликовано. И пишут, что эти граффитчики получали от пятисот до полутора тысяч долларов за то, чтобы вот эти свои провокационные картинки нарисовать. При этом тут же в этом материале они пишут, что вообще в принципе, и так на Украине дохуя всяких нацистских граффити. Ну и типа, они не только вот в этом самом Харькове, в котором живет этот Фукс существовали. Что типа, вообще много сентиментов на эту тему и много таких вот визуальных материалов. Но таким образом, непонятно кто, кого, как подставляет. Это двойная подстава, тройная подстава, четверная подстава, неизвестно. В любом случае, граффити эти были. Очевидно, что кто-то их потом сфотографировал и показывал в качестве доказательства того, что смотрите, эти люди рисуют вот такие ужасные картинки у себя на улицах. Оккупанты заставляют население Мариуполя одевать белые повязки, чтобы дезориентировать ВСУ. Ну, не одевать, а надевать. Ну ладно, это украинское издание, можно ему простить. Новость довольно старая, она от 19 марта, но она показывает одну и ту же тактику. Потому что для мирных жителей предусмотрено, а также для российских военных, опознавательный знак в виде белой ленты. И в Мариуполе эта тактика точно такая же, как была и в Буче. Поэтому все трупы с белыми лентами, это трупы, так сказать, пророссийские. Верховная Рада Украины объявила Россию государством-террористом и запретила символы ЗЮ и ВИ. Очень интересно было бы посмотреть на гардероб и личные вещи господина Зеленского, потому что очевидно, что буквы ВИ и ЗЮ это его инициалы, и абсолютно очевидно, что у него дома должно быть большое количество рубашек, где вышиты эти инициалы, а также носовых платков, а также всяких табакерок и прочего имущества, которое подписано его инициалами. Будет ли сейчас он деноцифицировать сам себя? Эстония запрещает враждебную символику, в том числе на 9 мая. Это к вопросу о том, можно ли в справедливой, светлой западной демократии присесть за репост или за то, что ты вышел с каким-то символом куда-то. Эстония не приводит список того, что же, какие же символы запрещены, оставляя это для нашей фантазии на интерпретацию. Но мы можем догадаться, что это будут буквочки ЗЮ и ВИ, а также Георгиевская ленточка, а также белая повязка на руке, а также еще какие-нибудь... Ну, вся советская символика, вся символика российской армии и вся символика Дня Победы. Просто на всякий случай сообщают, что особенно в День Победы не вздумайте выходить ни с какими символами, потому что оштрафуем или посадим. Мать российского школьника выбрала ему на голове букву ЗЮ. Выбрала достаточно слабо, практически не видно. Надо было все-таки получше выбривать. Может, у нее не было триммера нормального.